Рабочее место, которое регулируется, и которое время нужно оптимизировать, с того, кто находится в виртуальной реальности, зарплата через виртуальный мир, и все это законательно должно быть эффективным. Это не стоит таким вызовом, перед нами стоит, но решить пока мы не смогли, потому что над этим образом будущего у нас была очень сильная растяжка, сказали, мы не хотим этого образа будущего, что другие сказали, что мы хотим виртуальную реальность, дополненную реальность, потому что мы этого боимся. Вот такая проблема, это будет, можно сказать. Спасибо большое. Теперь еще остался у нас Вирослав. Последний доклад. Последний доклад. У меня вопрос к члену жюри. Что знает, что такое децентрализованная автономная организация? ИГИЛ, да. Это запрещенная. Это запрещенная. Участники все уже знают. Хорошо, давайте я попробую рассказать. Значит, существующие организации, юридические лица, или без образования юридического лица, они понятны. Что такое децентрализованная организация? Что, грубо говоря, когда люди или алгоритмы находятся на поверхности Земли. То есть не обязательно, чтобы это было в Российской Федерации. Это алгоритм, который выполняется умным. Например, шлюбер. Или продажа товаров, которые неважно где. В общем, так или иначе, технологии, которые сейчас появились, вошли в нашу жизнь в такие, как, в тот же и технологии, смарт-контракты, умные контракты, так называемые, эфириум, лиск и другие, они позволяют более эффективно задействовать существующие ресурсы, обеспечивать коллективную форму взаимодействия людей по внутренним, собственным правилам. То есть для этого не нужны внешние законы, какое-то регулирование. Мы договорились, пир-то-пир технологии, мы находимся в каком-то сообществе, например, это блокчейн-сообщество эфириума. Есть консенсус, как решаются вопросы, и мы в этом правовом поле действуем и живем. Заключаем контракты, доставляем в том числе продукты и так далее. Что это дает? То есть пир-кредитование, страхование, инвестирование, краудинвестинг без возможности ограничения. То есть нельзя заблокировать счет, нельзя как-то препятствовать. В общем, это в том числе там кардшеринг, ну, Uber, да, то есть когда все подключаются, и это невозможно, опять же, блокировать изменения. То есть мы пир-то-пир договорились, нам так удобно, другой никто не влияет. Дальше. В том числе пир-то-пир доставка и производство, там продукции различных, в том числе продукции питания. Ну и, собственно, то, что нужно, это снятие регуляторных барьеров для того, чтобы эта продукция легально на территории того или иного государства была возможна. В частности, Российской Федерации. Шесть. В праце у меня все. А было про страхование? Ну, пир-то-пир, страхование, кредитование, тоже регуляторное, необходимое, законодательное, Вопросы, пожалуйста, дайте благодарим Ярославу. Пожалуйста, вопросы вверху. Какие загадательные вылечения нужно снять, чтобы реализовать вверху перед давания и страхования в России? Насколько мне сейчас известно, частные лица, они не имеют права давать больше двух раз кому-то отчисают. Ну, у нас основодатель как бы и Б. Но другое дело, что это на этот законник уже несложно. Просто не будем помочь. Система, это законный, это мальчико-диетное. Да, мы можем делать сейчас уже через, когда есть все, если в месяцах какого-то инструмента, или поздно через месяцах какого-то инструмента, а дальше... Оно сейчас существует в централизованном виде. есть сайт, есть юридическая фирма, которая доставляет учту по связи пир и пир. Т.е. здесь есть посредний. Здоровая система, последний, и заключается. Т.е. сама система, алгоритм является последним, который невозможно выпрыгнуть. Сейчас можно заблокировать цель. Так же иначе это регулируется. Просто отвечу. Последний вопрос. Тем все понятно, когда... Так, спасибо большое. Все, спасибо. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Новая, вторая часть. Данную реку. АПЛОДИСМЕНТЫ ИЙС 와